Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В России ведут прогрессивную шкалу НДФЛ и повысят налоги для бизнеса. Как изменится налоговая система для граждан? С учетом многочисленных обращений. В этом сезоне улицу Нововокзальную отремонтируют на всем ее протяжении. Работы идут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С начала года в регионе взыскали долгов на сумму 335 миллионов рублей. Судебные приставы провели в Самаре очередной рейд по выявлению должников-алименчиков. Мошенники научились подделывать видеосообщения в мессенджере Телеграм. Как не стать жертвой аферистов? Два французских спектакля за один вечер. В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. Глава региона участвовал в расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента России Владимира Путина. На заседании обсудили вопросы, связанные с формированием пяти новых нацпроектов. До этого глава региона принимал участие в работе дискуссионных площадок в рамках проведения семинара-совещания по подготовке к Совету. Там прозвучали предложения по направлению культура, которые в госсовете возглавляет Дмитрий Азаров. Минфин России внес в правительство пакет поправок по изменению налоговой системы. В стране вводят прогрессивную шкалу НДФЛ и повышают налоги для бизнеса. Люди с доходами от 2 миллионов 400 тысяч рублей в год будут платить налог не 13%, а 15%. Прогрессивные налогообложения затронут чуть более 3% работающего населения страны. Для работников с доходом ниже 200 тысяч рублей в месяц или 2 миллионов 400 тысяч рублей в год ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%. Для работников с доходами от 5 до 20 миллионов рублей в год налог составит 18%. Россияне, которые получают от 20 до 50 миллионов, будут платить 20% НДФЛ. Работники с зарплатой от 50 миллионов в год – 22%. Ставки по режиму самозанятости остаются на прежнем уровне. Под повышение НДФЛ не попадают и доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат. Для них сохранится прежний порядок налогообложения. Самарская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализован президентский проект по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. В Самаре выбраны три дома, которые будут приведены в порядок в рамках этой программы. Кто и на каких условиях будет восстанавливать здание, обсудили на выездном совещании с участием заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Осинцева, главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Подробнее в нашем сюжете. Мастерские, ремесленные магазинчики, а также мини-отель. Кирпичный дом Польва Толстого, 83, получил шанс прожить свою вторую жизнь. Дом Юрина стал частью президентского проекта по восстановлению объектов культурного наследия. В нее же вошли еще два самарских здания. На Степана Разина, 52, и на пересечении Водников и Комсомольской. Суть проекта – инвесторы смогут использовать здания по своему усмотрению, но взамен должны восстановить их в первозданном виде. Также подрядчики получат льготные условия кредитов под эти работы. Самарская область вошла в число регионов, где проходит пилотный запуск проекта. Три объекта, которые подобраны, это объекты, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии, которые никак не используются, стоят заброшенные, заколоченные, на которые отсутствуют какие-либо права третьих лиц, нет никакого обременения. То есть они чистые с точки зрения возможностей дальнейшего влечения в оборону. Оценил состояние объектов Владимир Осинцев, заместитель министра культуры России, который возглавляет направление работы с объектами культурного наследия. Он пообщался с главой города Еленой Лапушкиной, депутатом Госдумы Александром Хинштейном, представителями региональных профильных ведомств и министерств. Также на встречу присутствовали потенциальные инвесторы, которые заинтересованы в приобретении данных зданий. Они поделились своими планами по реконструкции, а также по наполнению зданий после работ. Владимир Осинцев отметил высокий уровень проработанности проектов. Регион проработал очень детально, очень досконально, подошел ответственно к этой работе в части подбора объектов, в части их расчета и в части, самое главное, подбора потенциальных инвесторов. Здесь же решается по поручению главы государства две задачи. Самое главное, основное, это сохранить объекты культурного наследия. И второе, привлечение, будем так сказать, мелкого бизнеса к этой программе. Всего в рамках этой программы планируется привести в порядок тысячу объектов культурного наследия по всей стране до 2030 года. А затем будет запущен второй долгосрочный этап проекта, рассчитанный до 2045. И если программа себя зарекомендует, то исторически значимые здания продолжат получать право на вторую жизнь. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самарский филиал Третьяковской галереи готов к открытию. Музей откроет свои двери для публики 30 мая. Самарцы смогут посетить мастер-классы, лекции и экскурсию по выставке «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». В преддверии открытия филиал посетили депутат Госдумы Александр Хинштейн, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, заместитель министра культуры России Владимир Осинцев. На предпоказ отправилась и съемочная группа событий. В Самаре полностью готов к открытию филиал Государственной Третьяковской галереи в здании фабрики кухни. Начинает работу первая большая выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». В экспозиции 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Всем процессом транспортировки и вообще логистики занимается Третьяковка в Москве. И это такой очень ответственный на самом деле процесс, который ведет наш главный хранитель Татьяна Семеновна Городкова. И это действительно специализированные транспортные средства с климат-контролем, с определенной степенью охраны, которую предполагает Музейный фонд Российской Федерации. Действительно перемещался наш Музейный фонд специализированной компанией. Это очень ответственное на самом деле мероприятие. Здание фабрики кухни построено в 1932 году. Это памятник советского конструктивизма в виде серпа и молота. После распада Советского Союза фабрика переживала сложный период. Не раз здание меняло владельцев, арендаторов. Объект оказался в запустении и был под угрозой сноса. Но сейчас здание полностью отреставрировано. Здесь была основная задача сохранить то наследие. Здание у нас там порядка 100 лет. Сохранить фасады, окна и элементы, которые находятся внутри здания. С этим наши профессиональные реставраторы справились на отлично. И второй момент – это обеспечение функционального назначения. Здесь мы говорим уже о музее. Здесь тоже определенные были сложности, потому что не везде можно было проводить работы, связанные с сверлением стен, с изменением конструкций. В стенах фабрики кухни будут проводиться не только выставки, но и другие культурные мероприятия. Концепция нашей Самарской Третьяковки заключается в том, что здесь не будет постоянной экспозиции, что в среднем 2-3 раза в год будут привозиться выставки. Изначально мы договаривались с Большой Третьяковкой о том, что все мировые турные Третьяковки начинаются или заканчиваются с Самарой. Но помимо выставок еще и большое культурно-просветительское ядро, которое здесь будет работать, друзей Третьяковки, лекторий, кинозал. Поэтому здесь жизнь будет уверена, я кипеть всегда. Самарская Третьяковка начнет свою работу 30 мая. Для жителей и гостей города подготовили специальную программу «Знакомство с Третьяковкой». В течение нескольких дней будут проводиться мастер-классы, лекции, экскурсии. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются. Этой ночью работали на одном из участков улицы Нововокзальной. Какие виды работ провела подрядная организация и что еще предстоит отремонтировать, узнала Полина Чулюкова. На одной из самых востребованных улиц города, Нововокзальной, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дорожного полотна. Подрядная организация приведет в нормативное состояние более 70 тысяч квадратных метров покрытия. Порядка пяти километров в границах улиц Новосадовой и Красных Коммунаров. Такова длина участка улицы Нововокзальной, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне. Стоит отметить, что объект является самым протяженным из 33 запланированных к ремонту на средства профильного нацпроекта в 2024 году. Улица проходит через два района и является важной для жителей еще потому, что на ней располагается множество социально значимых объектов и мест притяжения горожан. Дорога ведет к скверу авиаконструкторов, Штутгарт-аллеи, парку «Молодежный», где в этом году выполняется третий этап комплексного благоустройства. Также по улице Нововокзальной можно добраться до Самарской городской больницы номер 2 имени Семашко, городской поликлиники номер 10 и других медицинских учреждений. До центра развития образования, нескольких школ, детских садов, филиалов, вузов, детской библиотеки, спортшкол и спорткомплекса «Орбита», популярных объектов потребительского рынка и услуг. В ночь на 29 мая на одном из отрезков улицы Нововокзальной, а именно от Ставропольской до Вольской, прошла укладка нового покрытия. Используют современную асфальтобетонную смесь, что обеспечит высокую прочность дорожного полотна. Предусмотрено устройство верхнего и выравнивающего слоев. Решено трудиться на кварталах поочередно, чтобы на всем протяжении запланированного к ремонту участка не создавать дополнительных сложностей автомобилистам и общественному транспорту. И в дальнейшем, пока мы не уложим асфальтобетонное покрытие, не выставим колодцы в отметке, мы к остальным участкам не приступим, для того, чтобы не было неудобств для граждан. Также предусмотрены у нас там ремонтные работы по тротуарам и замене бортового камня в местах пешеходного перехода. То есть мы специально будем понижать бордюрный камень для беспредельственного входа инвалидов и маломобильных граждан. Это так называемые панусы. Обновят около 300 люков смотровых колодцев и дождеприемники. Люки заменят на антивандальные и антишумовые. Помимо этого отремонтируют перекрестки. Повышенное внимание уделяют пересечению автодороги с трамвайными путями. Асфальтобетонной смесью рабочие аккуратно подойдут к рельсам. Специалисты подрядной организации отмечают, что благодаря поддерживающему ремонту, который до старта масштабных работ проходил на Новобокзале регулярно, основание дорожного полотна почти не нуждается в укреплении. Но при необходимости на отдельных локациях работами охватят весь конструктив дорожной одежды. Стараемся не шуметь. Основные работы, где отбойный молоток у нас работает, кампрезер, например, мы делаем днем, пока люди на работе. А вот такие работы, которые можно быстро сделать, сосредоточены. Фрезерование, укладка, мы делаем ночью. У нас очень большой транспортный поток. И в том числе машины отстаиваются на ночь, которые приходится просто убирать. Вот такая сложность. Ну, надо ответить, что люди все-все понимают и идут на встречу. Районные администрации, ТОСы, помогают своевременно информировать автовладельцев. В целях минимизации неудобств движение по ремонтируемой улице полностью не перекрывается. Для проезда остается свободная полоса. Жители города с нетерпением ждут, когда отремонтируют дорогу. Прежде всего, с учетом многочисленных обращений горожан, Нововокзальную включили в перечень для обновления по нацпроекту. Дороги начинаются восстанавливаться. Это очень радует, на самом деле, то, что взялись за это наконец-то. Ремонтные работы на улице Нововокзальной планируют завершить до 10 июля. Полина Челюкова, Николай Епифанов. События. В России создадут открытый реестр должников по элементам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов заявил, что в этом списке рискуют появиться 133 тысячи человек. Это будет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их недостойное поведение. Речь будет идти о тех, кто уже разыскивается, и о тех, кто привлекается за неуплату. О внесении в черный список алименщика повестят в течение суток после включения. Информация будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет полностью погашен. А пока алименщиков продолжают информировать об ответственности судебные приставы. Очередной рейд прошел в Ленинском районе Самары. Должников навестили люди в форме. С ними вместе отправилась и наша съемочная группа. Подробности расскажет Полина Челюкова. Их утро началось не с кофе. В планах судебных приставов посетить адреса должников алименщиков, чтобы уведомить их о задолженностях и рассказать о посредствиях неуплаты. Рейд по должникам алименщикам прошел в рамках всероссийской акции «Судебные приставы детям», которая приурочена ко Дню защиты детей. На текущий момент в районе свыше 150 исполнительных производств. В рамках выхода мы, соответственно, получаем требования должникам о явке ВОСП для предоставления подтверждающих документов об оплате алиментов, а также направления в Центр занятий населения для того, чтобы должник мог официально трудоустроиться и, соответственно, уже сообщить нам, чтобы мы могли направить по месту работы. Также выдаем расчеты задолженности по алиментам. Если задолженность свыше 100 тысяч рублей, судебные приставы вправе составить акт описи ареста имущества, ограничить должника в спецправе и праве выезда. Если неплательщик уклоняется от уплаты более двух месяцев, на него могут составить протокол об административном правонарушении, который влечет за собой санкции в виде обязательных работ, ареста или штрафа. Далее, если должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то в отношении него возбуждается уголовное дело. В основном, если честно, общаются более-менее спокойно. Ну, бывают случаи, когда должники не совсем рады нашему прибытию и присутствию. Благодаря спокойным, так сказать, разговорам и беседам приходится должников успокаивать, объяснять всю ситуацию, сложившуюся у них. Уплата алиментов – это долг каждого мужчины и каждого отца прежде всего. Поэтому чаще всего мы приходим к какому-то общему, так сказать, консенсусу и свою работу выполняем в соответствии с законодательством. За четыре месяца в Самарской области судебные приставы взыскали 335 миллионов рублей, составили почти 700 протоколов об административных правонарушениях и возбудили более 360 уголовных дел. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. В Госдуме поддержали инициативу снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные со сбытом запрещенных веществ. Учитывая, с какой скоростью опасные явления распространяются в обществе, есть необходимость рассмотреть вопрос об ужесточении наказания и привлечении к уголовной ответственности с самых юных лет, считают депутаты. Тем более, сейчас уже существует исключение. Например, если речь идет о хищении наркотических средств, ответственность наступает с 14 лет. Всестороннюю оценку этой инициативе должны дать эксперты. При этом акцент надо делать на организаторах преступных сообществ, говорят парламентарии. А теперь коротко о других темах дня. Неработающие пенсионеры, которые уволились с работы не позднее апреля этого года и граждане, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, с 1 июня получат прибавку к пенсии. Фиксированную часть пенсии по старости им увеличат вдвое до 16 269 рублей. Следующий пересчет пенсий ждет россиян 1 августа. Он коснется людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году, если работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. Выплаты повысят без подачи заявления. Кроме того, ежегодно с 1 октября увеличивают военные пенсии. В этом году, предположительно, они вырастут на 4,5%. Госдума приняла закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент России поставил задачу предоставить многодетным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, на государственную выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. Продление этой программы еще на 7 лет – важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей, сказал он. Каждый третий мужчина против сокращения рабочей пятницы для женщин. 72% женщин и 45% мужчин высказались за введение такой инициативы. Активнее всего эту идею поддерживают респонденты 35-44 лет. Однако около 34% мужчин против введения таких изменений. Среди них особенно недовольны опрошенные возраста 34 лет. 44% гласят данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил главе Минтруда России Антону Котякову сократить для женщин рабочий день пятницы на 2 часа, при этом не вычитая их из заработной платы. Грузовой космический корабль «Прогресс-МС-25» завершил полет. Он проработал на МКС около полугода. Вчера он был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. На завтра намечен запуск корабля «Прогресс-МС-27». Его выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2-1А». Предварительный старт в 12.43 по московскому времени. Запуск произойдет с космодрома Байконур. 29 мая в 19.00 в Саду наличников на улице Коммунистической 5 стартует 10-й сезон «Том-Сойер-Феста». Всех желающих приглашают присоединиться. «Том-Сойер-Феста» — это фестиваль восстановления объектов архитектуры и памятников истории. В этом году хотят восстановить дом купца Кожевникова. В планах волонтеров — замена несущих конструкций, гидроизоляция, реставрация существующих и воссоздание утерянных элементов уникального деревянного декора. Прокладка инженерных сетей. На открытии гостям предложат покрасить забор. Послушать истории о судьбе дома Кожевникова. В первые дни июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится российская премьера «Вечера французских балетов». Пока артисты усердно репетируют программу. Как проходит подготовка, увидела Елизавета Прокопенкова. В Самарском академическом театре оперы и балета готовится к премьере «Вечера французских балетов». Постановка будет состоять из двух отделений. В первом зрителям покажут праздничный вечер, во втором — два голубя. Эти спектакли российская публика увидит впервые. Это вообще мировое балетное наследие, чем я, собственно говоря, занимаюсь давным-давно, пытаясь показать, что много всего хорошего на самом деле существует в веке XIX и в начале XX. И это замечательный танцевальный материал для артистов, где есть проявиться их дарованием, талантам, особенно моим, которых я очень хорошо знаю. Я думаю, что это будет очень интересно публике. Они очень контрастные, они очень не похожи друг на друга. Праздничный вечер был создан для знаменитой русской балерины Ольги Списивцевой, танцевавшей в Парижской опере с 1924 года. Впервые спектакль показали на сцене в 1925 году. Партитуру для самарской постановки сформировали на основе музыки из балета «Ручей» Лео де Либо и хореографии Лео Статца. Ведущая солистка в спектакле – балерина Ксения Овчинникова. Это такой бессюжетный спектакль, это как вот просто какой-то отрывок из жизни, да, вот просто. Здесь не нужно что-то играть, что-то, ну, слишком переживать. Здесь, мне кажется, что просто нужно чувствовать музыку, она прекрасна вот в нашем балете. Балет «Два голубя» был поставлен еще в конце 19 века и сохранился в сценической практике до нашего времени. По сюжету молодой человек Пепио отправляется с тыганским табором на поиски приключений, а его невеста пытается вернуть героя домой. В роли Пепио – Энтони Остин. Постановщик Юрий Бурлака почти в точности воссоздал хореографию спектакля, которую давали более ста лет назад. Юрий Петрович, он такой человек очень точный. Он знает, что он хочет от нас и просит, что мы делаем все, как полагается и как было поставлено. Для него это самое главное, как было тогда поставлено. И это не только в этом балете, во всех спектаклях. Он просит, что мы делаем все, как было поставлено. Артисты готовились по старым записям спектакля, но балетмейстер-постановщик внес свои коррективы. Посмотрев ее, Юрий Петрович решил, что это легко, и добавил достаточно много вращений, много пируэтов, что сделал ее абсолютно нелегкой и очень зрелищной. Премьера «Вечера французских балетов» состоится в Самаре 1 июня в 18.30 и 2 июня в 15.00. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Администрация Красногринского района напоминает читателям своего телеграм-канала о том, что с 1 июня по 31 августа в районе действуют особые нормативы соблюдения тишины. Летом по будням шуметь запрещено с 23.00 до 8.00 утра. В субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни соблюдать тишину необходимо до 10.00 утра. Телеграм-канал администрации Кировского района в преддверии летнего сезона информирует граждан, как избежать теплового удара и защититься от жары, избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно с 11.00 до 17.00, снизить физические нагрузки в жару, сократить потребление алкоголя, отказаться от курения, сократить количество пищи, а количество потребляемой жидкости, наоборот, увеличить. Носить легкую свободную одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, чаще принимать душ, избегать поездок в общественном транспорте. В Октябрьском районе прошел финал турнира по боулингу «Веселая кегля» среди команд школьников и их родителей, посвященный Году семьи в России и 85-летию района. Мероприятие стало настоящим праздником для детей и их родителей. По итогам семейного турнира по боулингу определены победители в категории 3-4 классы. Первое место заняла команда Самарского медико-технического лицея. Второе место у команды школы номер 155. Бронзу завоевала команда школы номер 92. Среди 5-7 классов победила команда школы номер 155. Второе место у команды Самарского медико-технического лицея. Третье место заняла команда школы номер 16. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.